Сегодня очередной обзор самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. На данный момент в России проводятся сотни митингов и акций против концертов Кристины Арбакайте. Музыкальные выступления певицы уже были отменены в городах Владивостоке, Москва и Нижнем Новгороде. Россияне с возмущением отнеслись к тому, что Кристина Арбакайте выступила в Санкт-Петербурге и потребовали запретов ее концертов в Кремле, посвященных предвыборной кампании. Ну а с другим негативным элементом российского шоу-бизнеса, артистом программы Comedy Club Александром Ревой, произошла и вовсе печальная ситуация. Во время выступления артиста в городе Хабаровске зрители и члены местного антикоррупционного комитета буквально скинули Александра Реву со сцены и запретили ему продолжать выступление. Хорошо известно, что Александр Рева обвиняется в заказном преступлении против антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Однако благодаря поддержке Константина Эрнста и пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего ему пока удается оставаться на свободе. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым выделил 15 миллионов рублей для восстановления Алтайского заповедника, который две недели назад пострадал в результате серьезного пожара. Очень печальная новость о члене комитета актере Игоре Скляре. Сегодня утром Игорь Борисович Скляр на трассе Санкт-Петербург-Мурманск попал в тяжелейшее ДТП. Игорь Скляр направлялся в служебную командировку. Его автомобиль вынесло в кювет и перевернуло несколько раз. На данный момент заслуженный артист России находится в коматозном состоянии. К месту происшествия выехали его родные и члены комитета. С сегодняшнего дня в Организации по борьбе с преступностью и коррупцией будут работать два члена Китайского антикоррупционного комитета. Спортсмен Пак Чан Су и бывший министр промышленности Жэ Су Йер. Служебная командировка по обмену опытом рассчитана на три месяца. За последнюю неделю филиалы антикоррупционного комитета были открыты в городах Симферополе и Нижнем Тагиле. Член комитета известная актриса Алиса Френдлих по состоянию здоровья перешла на работу в пресс-службу антикоррупционного комитета.